В Кирове 13.07. Добрый день. Это программа «Особое мнение». Меня зовут Владимир Сметанин. С своим особым мнением сегодня в нашей студии Николай Пихтин, общественник, недалеком прошлому член общественной палаты Кировской области. Николай Анатольевич, добрый день. Добрый день. Сразу же тянет спросить. В нынешнем составе палаты 4 места освободилось, как известно. Не тянет обратно? Нет. Не тянет? Ни при каких условиях? Нет. Пусть туда молодые, энергичные идут. Ну это вы уже последнее время повторяете. Для них это место. Сегодня, как обычно, мы в рамках «Особого мнения» обсудим много разнообразных тем, и городских, и областных, и на уровне страны. Хотя, вот как-то мы сейчас начали до передачи говорить с Николаем Анатольевичем, как-то все больше и больше тревоги некли в связи с этими происходящими событиями. Ну ладно, давайте по порядку. Я сейчас после двух часов эфира, после двух часов дневного разворота быстро пробежался по новостям, которые публикуются на сайтах, соответствующих я имею в виду Кировские. Поздравляю, Николай Анатольевич, городская администрация в очередной раз закупает более 10 тысяч тонн песко-соляной и песко-соляной смеси. Я к тому, что Вы такой ревностный наблюдатель за тем, что у нас на улицах происходит. Ну, честно говоря, этого ожидалось. Десять дней раз уже об этом говорили, что нет других технологий, или очень дорого другие технологии применяют. Поэтому после того, как просыпали все это, убирайте тщательно. Ну, то все. Можно этого добиться. По-прежнему. Нет, но другие города делают. Это же в Москве. Мы там убирают потом. Причем очень тщательно. Весь город моет. Это нормально все. В общем, в этом отношении, стоит предполагать, у нас ничего не изменится. Скорее всего, нет. Несмотря на то, что у нас с сегодняшнего дня официально новый глава города. Вот об этом хочется поговорить. Сегодня в 4 часа дня в зале городской администрации состоится инаугурация нового главы города Валерия Владыкина. Как сообщили, в администрации на мероприятии будут участвовать первые лица города и области, деятели культуры, предприниматели, общественники, представители конфессии. По мне, так это мероприятие вообще для каждого гражданина, гражданин, должно быть открыто. Не думайте. Для любой желающий зашел. Нет, уже так кажется. Или хотя бы трансляцию сделали первую. А вы хотите? Вы пойдете сегодня? Нет. Нет, не пойдете? А хотели бы попасть? Ну, если бы нет. Скорее всего, нет. По обстоятельствам. Я по телевизору, по интернету я бы посмотрел. А так нет. Как это происходит? Хотя довольно обыденно это представление идет. Клятва определенная. Устав города тут торжественный его вынос. Или внос. Вроде обычно так это происходит. Обычно так это происходит. Но на самом деле, первый-то вопрос, наверное, стоит задать не этот. Хотелось бы вам на инаугурации побывать. А хотелось бы ли вам лично выбирать главу города? Ну, об этом я и не раз говорил. Чтобы не депутаты, да? Я считаю, что глава города, но единственное, при условии, что нужно двое власти убирать. И чтобы у него были и права, и обязанности. Либо глава администрации, либо председатель городского дела. Да. На сегодня у нас ситуация такая складывается, что мэр города, он же председатель думы, у него обязательства, совсем чуть-чуть ответственности. А у главы администрации их очень много. То есть, по большому счету, глава администрации за все отвечает. И с него спрос. Так. Ну, а если бы сейчас вот так подумать, кого, если бы у нас сейчас был такой шанс одного из них убрать, кого бы остальные? Александра Викторовича или Валентина Николаевича? Нет, я бы здесь по персоналиям сейчас в данный момент не говорил. Почему? Потому что, по большому счету, это не важно. Потому что если изменятся условия, и будет выборность, и будет один действительно глава города, то, может быть, те, кто сейчас, они, может, уйдут просто-напросто, побоявшись не справиться, и под какие-то обстоятельства. Или другие люди, которые пойдут до коня, уже будут понимать ответственность. Как он такая личность? Валерий Владыкин. Безусловно, знакомились с биографией. Нет, я... Знается, помните. Бывший главврач. Да, да, да. Ну, медик, да. Ну, то, что в разрезе города, как бы, посмотреть, вот, и общественной жизни, и культуры города, и так далее, и так далее, то он, в общем-то, так, ну, скажем, не зарисовался нигде особо, то есть его нигде особо не видно было, не слышно было. Сейчас у него что-то изменится или нет, или он будет кабинетным работником, вот, что мне больше всего пугает. Посмотрим. Хотя медику, понимаете, вот в эти дела, все же у него образ мышления и иной. И так далее, в эти дела вылезать, вникать-то довольно проблемно. Проблемно? Да. Но это другая сфера совершенно. Просто он же с 2012 года уже находится, находился, вернее, в должности заместителя председателя гордумы. Ну, смотря, что он курировал, какие вопросы, и так далее. А просто председатель? Заместитель. Ну, я говорю, он на общественном или ином, так сказать, где-то в вещах, он не показал себя. У него не было ни видно, ни слышно. Ну, как? Один был батьком всегда. Да, я о чем. Зачем другим-то рисоваться? Вот я о чем и говорю. То есть вам сейчас интересно, наверное, посмотреть, как он вообще будет. Да, как он, адаптируется. Как общаться будет, какие аргументы будут приводить к тем или иным вещам? Я боюсь очень, в такого уровня работников, я боюсь, чтобы они не стали кабинетными. Я убежден, что такие люди должны постоянно в городе колесить, ездить, ходить с людьми, встречаться с строителями, там, с другими, там, с кем. Жить жизнью города. Владимир Васильевич, что-то делал? Ну, я что-то так особо не припомню. Но когда что-то открывалось, да, он приезжал, а когда какой-нибудь бардак, то... Вот лично мне, да, я так понимаю, что это ваше особое мнение, но лично мне хочется вот сейчас аргументацию Владыкина слышать по тем или иным вопросам, потому что Владимир Васильевич, он ведь зачастую мастерски все эти вещи-то обходил острые углы. Это да. Прям вот... Это да. Нет, ну, когда... Там можно банальные вещи привести, когда... Спрашивают люди, когда в городе будет... Ну, моя больная тема. Грязь, чистота, и будут машины в город. Вот мы, то он говорил, ну, мы же парк здесь аккрементировали, мы же там набережную сделали. Вроде бы. А что он еще? Да, что он еще? Вы знаете, у нас был большой эфир, слушали, вы, не знаю, читали, не читали, когда только стало известно, что будет у нас новый глава города. Мы в нашем эфире задали вопрос слушателям, а что бы вы хотели пожелать, на что обратить внимание, то есть своеобразные наказы. Такой у нас большой эфир был, много было звонков. Самый первый звонок раздался, по-моему, от Александра, жителя нашего города. В первую очередь, он считает, нужно обратить внимание на фасады домов, обратить внимание на транспорт, путепровод в чистые пруды. Особенно на транспорт, он сказал. Совсем согласен? Я согласен, конечно. Кстати, по Владыкину я скажу, я так понимаю, что он такая сейчас удолженно сидит в переходной, потому что через год будут выборы в городе. Ну как переходной переходной переходной? Сынешнего дня он полноценный будет. Не факт, что он через год останется. Кстати, я накануне задавался этим вопросом, да, а вот пройдет год и... Может, депутаты не пойдут. Не пойдут. Мы не знаем. А на ваш взгляд, заметные-то личности у нас есть? Готовые прийти на должность главы города? Знаете, наверное, есть... Заметные, способные? Способные есть, наверняка, я уверен, а вот заметных так сразу не определить. Ну, может, нам кого-то будут подталкивать. Вот смотрите, какое хорошее граждание. Скорее всего, так и будет, да. Далее по наказам. Надо, во-первых, восстановить то, что порубил Быков. Сады и скверы уничтожили. Угол профсоюзной Карла Маркса. История известная. Парк Победы. Нет у нас скамеек около домов. То есть благоустраивать нужно город. Лицо города сделать нужно приличным, в конце концов. Вот тоже продолжаются наказы от наших слушателей главы города. Вы знаете, вот я скажу, я однажды, я, по-моему, может, повторюсь, я однажды ехали мы на машине, значит, с одним архитектором. И я его спрашиваю, слушай, вот посмотри, вот в городе Шелфридцево бордюрный камень на дороге. Архитектор не Кировский? Кировский. Кировский, да. Бордюрный камень и куча грязи. Он мне говорит, Николай, вот ты молодец, ты это видишь. А вот этот, а мэр, он просто не видит, для него это не существует. Вот я боюсь Ладыкина, я почему-то сказал, у него образ мышления, он медит. Он профессиональный, грамотный медит. Но вот это вот, на госстройство, он просто этого не видит. Вот эти же скамеечки, действительно, у нас же очень мало в городе. Это же грязь, это же работа дворников, это вообще отдельная тема. Потому что дворники, я считаю, вообще не работают у нас. Даже на двойку не работают. Вот над чем заниматься. А это мелочи, но из мелочей это скамеет. Где-то записано, где-то зафиксировано, что глава города должен этим всем заниматься. Нет, но это записано, это глава администрации. Глава администрации. Глава администрации. Я почему говорю, глава администрации за все отвечает. Вот тут бы и помогло, да, это ликвидация этой воевласти. Конечно. Ладно, я уже подытожу сейчас из наказов новому главе города. Дмитрий Михайлович Руловских, бывший депутат, бывший депутат областного законсобрания, сказал, называется, как отрезал. Ой, простите, нет, это не Дмитрий Русских, это его однофамилец, Василий Русских. Тоже из дозвонившихся. Вот сказал, как отрезал. От перемены мест слагаемых сумма не меняется. То есть понятно, что Быков, что Владыкин. Вы согласны за это? В данном случае я соглашусь. Потому что я еще раз повторюсь, у Владыкина мы на этом поле не видели. Поэтому как сейчас его характеризовать, я не знаю, он только делами сможет. Вот я бьюсь за свои тротуары недалеко от моего дома, уже четвертый год, мне все отписки, да денег нет, денег нет. Вот раз они выехали бы, он прошелся бы по этому тротуару, он понял, чего я прошу. Потому что тротуар как класс отсутствует. Но они ж не видят. Вы далеко не одиноки в этой беде, к сожалению. К сожалению, да. Сейчас у нас небольшая пауза и продолжим. Напомню, что это особое мнение общественника Николая Пихтин. Продолжается особое мнение, это особое мнение Николая Пихтина, общественника. Николай Анатольевич, ну и все-таки такая мини-эпоха такая, позади эпоха Быкова. С 2007 года он находился в должности главы нашего города. Давайте, на ваш взгляд, некие итоги положительные, отрицательные этого почти что десятилетия. То, что вас задевало и задевает наиболее. Начну, как ни странно, с положительного. Все же набережную сделали, допустим, некоторые парки, скверы обустроили. Я не говорю о том, что уничтожили, а то, что осталось как-то. Где-то у нас плитку положили, что-то хоть сделали. Но на самом деле, если по большому счету взять, то со времен, когда я начал в Кирове жить, это где-то 73-й год, вот эта проблема грязи, она так и осталась. Неухоженность, грязь, отсутствие работы дворников, уборочных машин, уборочной техники, особенно зимовая, это актуально, когда у нас сугробы растут бешеные. Это до сих пор так и осталось. И в этом плане ничего не сделали. Вы сейчас насчет парковых скверов, наверное, вызвали возмущение многих слушателей, потому что вот в том эфире, когда наказы раздавались, но в главе припоминали и аллы паруса. Нет, я же сказал, но есть, да, аллы паруса уничтожили, есть какие-то скверы, которые вообще пропали, где-то застроили. Но я так к чему, что, но тем не менее, допустим, сквер за октябрем, ну, сделали, фонтан запустили и так далее. Ну, почему не, это хорошо, нормально, но таких сферов... Ранее он назывался, напомню, сквер имени Горького. Да, сквер имени Горького, да. Общественница отбила все же вот на просоюзный сквер. Все же его, ну, худо или бедно, но сделали его сейчас, ими пытаются придумать этому скверу. Вот, сквер... Там два варианта уже, там, до 20 сентября принималось. Да, вот сквер у администрации на Карла Макса, фонтанчики поставили, благоустроили, ну, почему нет, здесь, так сказать, прямо в лесу смотреть. А чем отрицательным, ну, опять же, Парк Победы, то, что случилось и то, что происходит до сих пор. А эти же точные застройки, эти высотки среди старых зданий, вот, на Казанской, там, и так далее, это вообще недопустимая вещь. И вообще, вот такое активное строительство в исторической части Кирова, это неправильно, снос исторических памятников, это все отрицательно. Из таких очень много. Это, на ваш взгляд, можно напрямую вменить уже бывшему главе главы, что это происходило. Да. Когда стало известно, да, что он покидает городскую думу и кресло городского головы, Владимир Быков вот так аргументировал некоторые вещи происходящие, о недочетах его спросили, о просчетах. Ну, я думаю, вы читали этот текст, он, в частности, на сайте Городумы размещен. Вот что он сказал, о просчетах и недочетах можно говорить, когда вы имеете стопроцентное финансирование. В том же случае, когда средств не хватает, а просчеты говорить сложно. Но мы всегда использовали имеющиеся ресурсы экономно и рационально. Старались искать возможности сократить траты. К примеру, первый детский сад мы построили за 220 миллионов рублей, ну, чистые предыдущиеся ведут, и говорили, как это здорово, то последний обошелся бюджетом в 135 миллионов. Просчетов, после которых город восстановился, в своем развитии не было, сказал Владимир Васильевич Быков. Была проблема с расходом льда, но сегодня она закрыта. Просчетов развития города... Однозначно ли все так? Нет, не однозначно, это классическое оправдание власти. Просчетов развития города, а в каком смысле? Если вот я повторюсь, опять скажу, что грязь, как была, 20-30 лет, она так и осталась, это развитие или как? Здесь никакого развития абсолютно не произошло. А новые парки, скверы у нас появились, хорошие, наверное, благоустроят, не появились. Так что о чем говорить? Сейчас уже к новой должности, к новой работе перейдем, бывшего главы города, представителя ЗС. Кстати, я весной еще прогнозировал о том, что Быков был вместо Егонина. Так оно и случилось. Вот он так прокомментировал, вот этот переход в ЗАГСобрание, это было решение партии, решение моих товарищей, я выполняю это решение, это определенно доверие, которое я оправдаю. Но я не покидаю мой любимый город Киров, ставший для меня родным, я буду трудиться на его благо, на новом месте работы, и приложу все силы, чтобы то поступательное развитие, которого нашей команде удалось добиться за последние 10 лет, продолжилось. Вот есть у вас такая прям уверенность, что... Нет. Нет? Нет. Если он сейчас в главе АЗС, почему акцент на город Киров делается? Здесь вся область уже. Ну как? Главный город, главный город области, столица региона, как же его? Нет. Нельзя обделять внимание? Нет, район нельзя забывать. Вот уже вице-спикер, да, областного парламента Роман Титов считает, что Быков хорошо наладил работу гордумы, и вот этот опыт положительный может быть перенесен в областной парламент. Согласны с этим заявлением Романа Альбертовича? Смотря какой опыт иметь в виду. Вот упомянутый, на взгляд упомянутого, да, уже мой, Дмитрий Михайлович Русских, он говорит, что он говорил вернее, что опыт в том, что пришли, проголосовали, быстренько разошлись. Так-так, и было в доме. Гордыми городом. Вот. То же самое и будет, на ваш взгляд, сейчас в АЗС? Ну, мне видится, что... это его стиль, и, скорее всего, так и будет, хотя Госдума нынче уже официально несколько раз заявляла, что все же Госдума это место для дискуссий. Также должно быть... Государственное. Транслироваться, да, и на АЗС, и на Гордуму. Но в Гордуме какие-то дискуссии, кроме перепалок с Журавлевым, я как-то не замечал. Владимиром Вениаминовичем. Да, я как-то не замечал. Остальные все так спокойненько сидели и автоматом руки поднимали. Да, по поводу этой перепалки, по поводу этих претензий, на протяжении последних лет это все происходило. Иногда даже у коллег, журналистов появлялось такое мнение, что это своеобразный такой театр. Вот, вот, смысл в том, чтобы это вот показать, вот так себя вести. А давайте ОЗС посмотрим, что было в прошлом созыве. Что было? Русских выступал, Турула выступал, там еще два, пара человек. Да, ЛДБР Дубравин. Да, их сейчас нет. Там с кем говорить? Кто будет выступать? Все будут послушно поднимать руки. Ну, это ваше мнение. На мое мнение. Безусловно. Хотя вот тот же, да, Роман Титов, вице-спикер ОЗС, говорит, что и ОЗС тоже может быть местом для дискуссий. Может быть. Не все будет под лодку единой России. Посмотрим. Ну, кстати, 37 депутатов. Да. У них большинство, конечно, давления будет. Вы, не знаю, какие-то надежды возлагаете на ОЗС шестого созыва. Вот та картинка. Он сформировал. 37 депутатов от единой России, 8 ЛДПР, далее коммунизм. надежды и пожелания, наверное, будут одни, которые, наверное, люди многие очень пожелали бы. Не делать глупостей, прекратить, принимать всякие запретительные меры, запрещать. А вот что для развития делать? Наверное, такое общее пожелание. Они готовы это осознать? В общем, они это понимают? Не кажется, так, фикси-фикси, 50 на 50. Тут воля партии тоже серьезная, Матерьевич? Конечно, конечно, но партия должна меньше всего слушать, уметь, слушать и прислушиваться. Ситуация с Сергеем Доронином, как вы ее оцениваете? Сначала она оказалась от мандата депутата Госдумы, а затем заявила, что не пойдет в СССР заниматься бизнесом. Очень странно, она так хорошо на выборах шла, вся предвыборная кампания была, и для меня это загадка определенная. Я даже прокомментировать это никак не могу. Но многим понравился этот поступок, тем, что он решил поднимать с колен бизнес. Поступок, да, действительно, такое заслуживающее уважение, но не совсем понятно. Оно, в принципе, по большому счету одному другому не мешало. Ну, пройдет. В Госдуме, да, там больше на времени затрат, там и так далее, а ВЗС не так уж затратно и мог бы пролезть все это делать. А, смотрите, пройдет этот срок, да, шестого созыва ВЗС, седьмого уже Госдумы, наверное, 5 лет. Сергей Александрович, еще достаточно молодой. Почему бы ему не заявляться? Мы не знаем, может быть, он такие планы и строит на будущее. Посмотрим, вот в межвыборный период, как он себя проявит. У нас же интересная ситуация получается. Перед выборами быстренько все вдруг появляются, после выборов моментально исчезают. Я опять 5 лет не слышно, не видел. А вот этот момент, когда избиратель, житель Кировской области, да, он доверяет Доронину, ему нравится, личные симпатии какие-то к нему испытывают, голосуют лично за него, за Дорону. А Доронин так поступает, не идет ни туда, ни сюда. Ну, во-первых, он публично... Что думать человеку? Нет, во-первых, он публично извинился про это свое решение. Ну, а ситуация, вот с этой точки зрения, да, те, кто проголосовали именно лично за него, и его нет, у них досада. Тут ведь может возникнуть еще, если было там недоверие, да, к этой системе избирательной, еще больше недоверия будет возникнуть. Человек в следующий раз на выборы не пойдет, возможно. Скорее всего, так и будет. Согласен. Да, и так явно, не высокая. Разные аналитики уже заказываются. Хотя я по явке на эти выборы я ожидал меньшего еще. Ну, может, еще меньше. Так что, если взять мои ощущения, то нормальная явка была. Ну, так или иначе, выборы 18 сентября 2016 года уже в прошлом. Впереди у нас небольшая реклама, и затем продолжим особое мнение Николая Пехтина. В эфире особое мнение. Сегодня мы слушаем особое мнение Николая Пехтина, общественника. У нас еще много тем. Хочется узнать по всем ним ваше мнение. Давайте про областное правительство послушаем. У вас много всего там происходит. В общем, новые люди со стороны, в том числе из Москвы, вроде бы как с небес на землю опустились сюда, на нашу Кировскую область. Вы знаете, в комментариях к новостям, к статьям в интернете уже появляются такие высказывания, что вот что-то как-то уж резко новый руководитель области ведет себя, вспоминает прежнего губернатора, вот он бы, наверное, по-другому сделал. У вас возникают такие ощущения? Нет? Такое мнение о новом руководстве? Скорее нет. Ну, правильно сказали, вот из с небес на землю приехал, все для него новое, опыта работы у него такой нет. Единственное, что тут не говоря, так скажем, именно о деятельности белых, я считаю, это нормально должна быть традиция, когда новый губернатор не хает и не опускает там бывшего. Наверное, так и должно быть. Как бы оно ни сложилось, но, наверное, это правильно. А то у нас как правило принято, что приходит новый, начинает революцию, устраивает там и так далее, и все. Но это не совсем. Но в целом первое действие, первое заявление вот этой новой команды. Есть, есть что-то положительное, что мне, так скажем, бросается в глаза, что нет каких-то резких таких заявлений. Хотя есть какие-то странные, я вот у себя в Фейсбуке написал, когда он встречался с бизнесом, то из его уст прозвучала вот эта фраза, что наша, это буквально не дословно, наша главная задача это наполнение бюджета. Извините меня, задача совсем другая. У бизнеса задача прибыль получать, а не бюджет. У бизнеса задача прибыль получать, а не бюджет наполнять. Здесь неправильная постановка вообще. Ну, там обсуждается еще какие-то происходившие на этом про правление. А вот то, что команда пришла иногородняя, московская, в частности, наверное, это ему виднее. Наверное, это и не хуже, потому что все же новый взгляд был, новые отношения, нежели здесь, который уже глаз забылин, так и так далее. Может быть, это и лучше он даже. Но заметьте, вот как бы, если когда Белых приходил, и Пермики приезжали, то такое роптание было, что Пермики по наехали. А вот не начнется ли? А нынче нет, нет пока. А не начнется ли в определенный момент? Вот опять пришли, вот опять со стороны. Ну, кто-то так и будет говорить. Это же, на мой взгляд, где-то у нас в крови сидит какое-то недоверие к ним. Да и своего посадили, сказали, а почему этого Вася Путкина, а не этого Вася Путкина. Ну, все равно было там. У нас же люди, знаете, такие, он человек сидит, думал, он все знает, это всех все решает. Напомню, что с 28 июля Игорь Васильев является временно исполненчивой обязанностью, губернатора Кировской области. Так что, ну, так как полная картина, ей еще рано сложится, рано сложится, да, в будущем. Мы поймем, что более ясно. то, что структура администрации области изменилась, это уже... Количество зампредов сокращено, благо это, это может быть? Я считаю, это благо, и чтобы озвучили цифры, а сколько это экономии дало бюджет, и куда эта экономия пойдет. Ведь Васильев заявлял, что это одна из основных целей сокращения, это как раз экономия бюджета, сокращение расходов. Такие вещи я поддерживаю, я всегда поддерживаю. И, кстати, с Белых мы не раз оппонировали на эту тему, что если... когда Белых просили там что-то сделать, а что в социальной сфере сократить причем директор мышления был это как у Задорнова, не в том, что сократить у себя администрации затраты, а сразу такое... Так что... Последнее... Я думаю, что это последнее. Сегодня, по-моему, еще не было никаких назначений. Нет? Не было? Не писали? Сегодня нет. Ну, будем считать, что это последнее на сегодняшний момент изменение кадровое в областном правительстве. появился новый временный исполняющий обязанности... исполняющий, вернее, обязанности министра спорта. И занял эту должность Георгий Барминов. Да. Многих, конечно, удивило. Это вас тоже удивило? Да, меня удивило, но тем не менее я его поздравляю, удачи ему желаю. Просто, наверное, мало кто мог подумать о том, как... то, что... то, чем раньше занимался Андреич... Нет, дело в том, что буквально вчера Путина на госсовете прозвучало по поводу того, что они структуры и правительства федерального будут менять. Будет, похоже, будет единое министерство спорта, молодежи и туризма. И, скорее всего, у нас так же будет. И вот Барминов будет, скорее всего, у нас так же будет. Просто молодежную политику он возглавлял, да? Да. На последнее время. Туризм. Туризм. И так далее. Ну, действительно неожиданным стало это назначение. Но многие, опять же, в тех же комментариях пишут, что... Ну... В общем-то, может, это и к лучшему. Это к лучшему, что... Я тоже считаю... Человек, все же, удален. Он равно удален от всех видов спорта. Он администратор. Его задача обеспечить условия для спорта. А не заниматься там, не лоббировать какой-то вид спорта, как бы, или еще что-то. Еще один вопрос вам, Николай Анатольевич. С чего вдруг вот именно сейчас вот эти... Вот это глобальное смещение главврачей областных учреждений и к чему, на ваш взгляд, это приведет? Вот то, что из последнего, да, я тут выписал накануне главврач областной больницы восстановительного лечения сменился. Пришла на эту должность Ирина Милокумова, а днем ранее, то есть позавчера, главврачом Кировского областного госпиталя для ветеранов войн был назначен Александр Разуван, сын известного. Вот почему? Это... А вы знаете, можно по-медицински... Витя Александрович Курдюнов прям вот принял такое волевое решение всех сменил. Я не исключаю, а здесь можно по-медицински ответить. Был фрункул, он назревал, назревал и сработал, сорвался. Так что это вот... Мне кажется, вообще, это такие вещи на почаще делать. С какой-то определенной регулярностью раз в 4-5 лет это очень полезно. А прежних главврачей, как вы думаете, как к ним нужно относиться? Все-таки давать им возможность работать дальше? Или все? Нет? Конечно они должны иметь возможности работать. Продолжать? Конечно. Развиваться? Конечно. Профессионалы? Конечно. Медики? Нет, здесь ни в коем случае никакой дискриминации не должно быть. Пусть нормально, да, его уволили, врача заменили, он пусть ищет работу другую. Ради Бога. Ну явно эта цель вам ясна? Смена главврачей все-таки? Мне кажется, цель, я конечно за Курдюмова боюсь говорить и за... Заместитель председателя правительства, который курирует медицинную... Да, и за в Рио губернатора я боюсь говорить, она скорее всего это совместное у них решение было цельно. Не знаю, а может быть, как я и говорю, может быть, как раз вот, чтобы время от времени перетряхивать, вообще менять артатусу такое произведение. Ну тогда это взять нужно за правила. Тогда за правила, я о чем и говорю. С небольшой периодичностью менять. У нас остается немного времени, общественный полот все-таки хочется поговорить. Тут тоже ведь удивительные вещи произошли. Андрей Леонидович Усенко, который почти что год назад сказал, что я не пойду в общественную палату, потому что это очень затратно по времени и противоречия все-таки возникают с вице-президентством Вятской торгово-промышленной палати. Он говорил об этом. Когда его спрашивали, вы сейчас в роли какой отвечаете? Как секретарь или как вице-президент? Потому что... Да, у него проблемы с этим были. Да, кардинально просто на позиции различались. Так вот, он пришел на должность секретаря. Тоже его поздравляю. Поздравляю. Со вторым заходом. Против ничего не имеете? Да нет, это его личное решение. И он вот уже обозначил некоторые направления работы палаты в ближайшее время. Выскажите, пожалуйста, тоже по этому поводу. Это, кстати, направление первое прозвучали в нашем эфире. Первое, о чем Андрей Леонидович сказал, это то, что вот этот общественный контроль, который был опробован на дорогах. Кстати, как вам вот эта система? Нет, нормальная, нормальная. Хорошая, левая. Так вот, эта система общественного контроля, она будет распространена на здравоохранении и сверх ЖКХ. Пока, конкретно, конкретики пока еще мало, но нет, вы всем как говорите, что это надо делать. Пока сейчас идет такой начальный этап, то есть апробирование ее общественного контроля на дорогах и так далее. На самом деле, общественный контроль это несколько глубже и серьезнее. По идее, это как бы, ну так идеализируя, общественный контроль должен что делать? Ну, возьмем, допустим, там, я не знаю, здравоохранение. Общественники должны просмотреть работу, понять ее и оценить, насколько она эффективна, насколько она затратна и какие-то, так скажем, изменения надо делать не в конкретной поликлинике на пару стульев перед видом, а на уровне законодательства, на уровне каких-то постановлений, решений, то есть такие системные вещи они должны определять, делать. Вот это, да, будет, то есть их выхлоп, как-то, грубо сказать, он вот это, он должен заключаться, а не в том, что дорожник сал лопатой лучше их там асфальт кидать. Нет, ни в коем случае. Следующий, а выявить, почему он это так делает, его профессионализм, там, и так далее, и указать, и на уровне законов вот эти изменения вносить. Следующее приоритетное направление, по словам Усенко, это работа с общественными советами. Если нам удалось запустить этот процесс в предыдущих органах исполнительной власти, с предыдущим правительством, то пока идут изменения, мы будем отслеживать состояние этих общественных советов и их формирование. Я цитирую Усенко, тут проблема ясна, еще не везде созданные, неэффективные, и так далее, и тому подобное. Надо работать. Вы знаете, здесь ситуация на самом деле, я бы вот как... Это же, кстати, федеральное законодательство, как мое личное мнение, с общественными советами еще хуже ситуация на самом деле. Это очень многие, которые идут в общественные советы, и кто их создает, они сами не поймают, ничего не нужно. На самом деле, общественный совет, опять же, должен заниматься системными делами. Он должен анализировать вот сферу, где он создал, он должен анализировать эффективность работы этой сферы, и в интересах граждан менять законы, постановления там и так далее, законодательную базу, для того, чтобы изменения были системные. а не контроль за сколько они там бумаги купили, сколько израсходов. А на то, дорого ли эти бумаги купили, и так далее. еще новый прежний секретарь общественной палаты региона, новый прежний, новый прежний секретарь, заявил о том, что вот надо как-то поддерживать активнее гражданских активистов в районах, потому что в Кирове-то вроде как уже все ясно и понятно, а вот там тяжело. Тяжело. Там очень тяжело, да. Тем более, что населенные пункты небольшие, все друг друга знают, и им там общественникам тяжело приходится. Другое дело, как, собственно, это будет организовано? Ну, как? Развиваться направление? Мне кажется, одним из первых этапов должно быть просто это, ну, если так можно сказать, такая определенная семинара с главами администрации, и просто дать понять, как нас общественники работают и как с ними надо поступать. Буквально минута, и еще одна тема, еще одна тема, которая меня вчера очень удивила. Вот вы сказали, что новый еврею губернатора не хает, не обвиняет ни в чем прежнем, но вот этим поступком как-то вот, не знаю, не то что хает. В общем, речь идет о том, что подписал Игорь Владимирович Васильев поправки в распоряжении правительства области, которые возвращают продажу сигарет в киоски печати. Неожиданно. Неожиданно, но для меня больше неожиданно было, когда это запрет пили. Ну, это, нет, это запрет общефедеральный, естественно, там первая партия ограничений была с июня 2014 года, потом с июня 2015 года вот запретили в киосках. Ну, и что? Не, мне кажется, если в соответствии с федеральным, если киоск находится там не менее, не ближе 50 метров шкуры, как положено, ну, пусть продают, вроде бы, почему не ограничили еще. Ну, и у меня сразу возник вчера вопрос, а может и другие какие-то ограничения отменять, может, чересчур мы перегнули палку при Никите Юрьевича, вот эти антиалкогольные меры. Перегнули, люди очень недовольны, когда выходные не продается, спиртное там. где, ну, как не продается? Как не продается? Ну, она, по-моему, сейчас после 10 не продается. Или после 5, 17. Нет, подождите, было до 5, сейчас до 10, да. Сейчас до 10. Да. Все, отменить бы? Да, конечно, я считаю, надо отменить. Ни к чему нет. Это подпольный рынок возникает, на том, что он есть. А также и по сигаретам, кстати. Ну, просто есть же федеральное законодательство, да, когда с 8 до 11 или до 10, вот я, кстати, не могу запомнить, прочитать специально. С 8 утра до... До 23. До 23. С 23 до 8. Ага, понятно. То есть это вот федеральное законодательство, просто, как известно, в Кироскопе власти мы на местном уровне приняли более жесткие равники. Да. В общем, отменять надо на ваше. Мне кажется, да. Чем меньше запретят, тем лучше. Тем более таких. Ну, это вообще... Вот на этом придется нам поставить точку, потому что 15.2, и пора завершать особое мнение. Спасибо общественник Николай Пехтер, Вам спасибо. До новых встреч. До свидания. До свидания.